Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! На Финам-ФМ программа «Сухой остаток» Меня зовут Олег Дмитриев Ну что ж, случилось, случилось Раньше, я помню, какие-то темные личности говорили так О чем так долго говорили большевики, что-то такое было Ну мы не будем сейчас вспоминать их Хотя, в принципе, фраза вполне приемлемая для нашей ситуации «Свершилось, дорогие друзья!» Началось! Началось! Буквально как вчера Кстати, тоже символично, да? Прямо перед полуночью, недалеко от полуночи началось Ну ладно, что началось, мы сегодня, собственно, и будем с вами обсуждать Финансовые итоги недели мы подводим Ну, по большому счету, подводим итоги вчерашнего заседания Федрезерва Сегодня в гостях я с удовольствием представлю моих сегодняшних коллег Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, друзья! И Алексей Павлов, независимый, все еще эксперт Добрый вечер, Даша! Добрый вечер! Ну, сначала, друзья мои, как настроение у вас? Независимо от того, что сказал Прекрасно, прекрасно! Пятница, вечер! Вот, вот, вот! Как может быть по-другому? Замечательная погода! Погода, природа! Труба зовет! Полностью согласен! Полностью я согласен! Предыдущим ораторам! Добавить нечего! Уважаемые слушатели, напомню вам, у вас есть возможность позвонить, задать вопрос, поделиться собственным мнением, или, может быть, даже порадоваться вместе со всеми, порадовать нас своими успехами финансовыми, по крайней мере, возможно, для этого было, что сегодня творится на рынках, это «Мама не горюй» называется. Ну, так вот, телефон в студию 6510-99,6, код 495, сайт finam.fm, звоните, пишите, мы с удовольствием все это дело обязательно озвучим. Ну, и давайте посмотрим картина «Маслом» 18.06 в Москве. Что происходит на финансовых площадках, я сейчас озвучу. Ну, надо говорить, прежде всего, о закрытии вчерашнем, да, сильном американском. Сегодня они открылись, пока еще так присоединяются к общей динамике, что называется, по полпроцента практически, и Dow Jones S&P 500 прибавляет. Наши ребята сегодня, да, прекрасно, РТС сегодня плюс 7 процентов, 1590 сделал сегодня, и неплохо себя чувствует. ММВБ скромнее, ну, понятно, да, потому что рублевый доллар эквивалент, 1536 в моменте, 4,3 процента прибавляет. Ну, тоже немало, вполне. Конечно, конечно. Нефть марки Brent, уверена, 117 больше процента, лайт выше 100. Золото в очередной раз, рывок сделало 1780, ударилось сегодня, и тоже стоит как копаные. Ну, на валютном рынке, да, просто беспредел. Ну, в хорошем смысле этого слова. Происходит беспредел. Евро-доллар, там, что-то говорили про 30, да, ровные цифры, он уже в 32 постучался, 1,31, фунт сегодня, да, рядом с 1,63, а иена сегодня кружит, туда-сюда гоняет, понимаешь. В общем, эйфория, да, ну, и можно основной набор голубых фишек, конечно, тоже, да, вот я сейчас, ВТБ 5, 6 процентов сделал, да, счет у нас, Сбербанк 5 процентов, Сургут 5,5, просто цифры даже. Сургут-Преф, Олег, или Сургут-Обычка? Да, да, Преф. Прев, да? А, просто, как, давно я таких цифр не произносил, плюс 7 процентов, плюс 5, красота, просто красота. Просто праздник какой-то у всех. О, просто, именно так, именно так. А теперь надо, давайте, собственно, с этого начнем, надо разобраться, по какой причине праздник, по какому поводу банкет, как говорили в таких случаях, да, по какому, кто приглашен, и долго ли он продолжится. То есть, запасов с неди, надолго ли хватит. Я начну с того, что, с вашего позволения, уважаемые коллеги, озвучу, ну, такой конспективный, да, срез итогов вчерашнего заседания Федрезера, ну, и выступления его главы. Так, ну, давайте, значит, сначала основные тезисы, да, того, что шло вчера в ленте новостей. Федрезер будет выкупать ипотечные облигации МБС. Федрезер расширяет период нулевых станок до середины 15-го года. Дальше. Федрезер будет выкупать в объеме 40 миллиардов в месяц те самые ипотечные облигации. Федрезер будет выкупать активы, пока ситуация на рынке труда не улучшится. Очень интересная фраза. Дальше. Она полна неопределенности, скажем так. Совершенно верно. Совершенно верно, Сергей. Дальше. Федрезер будет продолжать операцию Твист до конца года. И еще одна такая тоже плавающая фраза. Федрезер сохранит стимулирующую политику на значительное время. Ну, и некий итог, да. Значит, Федрезер предошел большую часть ожиданий. То есть мы-то ждали-ждали, а оно вон что. В значительной степени это обнадеживает инвесторов. Во-первых, то, что программа выкупа к залу бессрочной. То есть практически нет никаких планок. Кстати, не по размерам ее. Хотя все-таки формулируется, что 40 миллиардов в месяц. Но я так понимаю, ничто не помешает раз и раз двинут из-за дела. А по срокам вообще нет никаких ориентиров. Ну, вот эта фраза, я с тобой согласен. Пока ситуация на рынке труда. Это весьма неопределенно. Совершенно верно. И еще один вопрос. И давайте начнем с этого. Вопрос такой. А может ли выкуп ипотечных облигаций улучшить ситуацию на рынке труда? Ну, в общем, я так понимаю, что господин Бернанке именно на это и рассчитывает. То есть логика очень простая. Напечатаем много денег. Вдохновим фондовый рынок на подвиги. Замечательно. Знаем, что очень большая часть населения Америки участвует тем или иным способом. А, ты в этом смысле? Все пойдут в трейдера? Нет. Многие пойдут в инвесторы. Спекулянты-инвесторы. Значит, денег становится больше. Таким образом будет развиваться потребительский, так сказать, рынок, увеличиться. То есть, естественно, денег становится больше, их начинают больше тратить. Соответственно, увеличивается, в конце концов, опосредованное производство, увеличивается количество рабочих мест. То есть логика такая. Сработает ли она, ну, скажем так, что чисто теоретически, вроде все выглядит правильно и достоверно. Другое дело, что дьявол кроется, как обычно, в деталях. Не будем забывать про инфляцию. Да, денег становится больше, но их покупательная способность, в общем-то, при этом особо-то не увеличивается. И не случайно же народ ринулся, да, прежде всего и в сырье, и в металлы сейчас. Естественно, да. То есть, понятно, что при подобной ситуации будут расти цены на нефть, как потому, что спрос на нефть, он должен стимулироваться повышением производства. Соответственно, потребители нефти, они будут больше ее приобретать и тратить. Но при этом те производства, которые эту нефть вынуждены покупать будут, для них тут подарка мало, радости мало. В общем, будем говорить так. Господин Бернарденко продемонстрировал программу, которая очень многовариантна, особенно если смотреть некоторую перспективу. Ну, что еще я хотел добавить, что тут не только экономическая составляющая в этой программе, есть и политическая. Все мы помним, что достаточно скоро будет запущен процесс выборов в США, выборов президента. Господин Бернарденко явно льет воду на мельницу господина Обама в данной ситуации. Опять же, к чему это приведет в дальнейшем, опять много вариантов. То есть, на первый взгляд, все понятно, сейчас идет, ну, медовый месяц, все это дело. Все простимулировано, и политические, и экономические домохозяйки в Америке плачут от счастья и покупают на хаях, все как обычно. Чем дело закончится, посмотрим. Леш, как ты? Ты разделяешь оптимизм, во-первых? Ну, оптимизм, а что же? Ну, не по поводу погоды и бабьего лета, а по поводу вот этого всего. Нет, ну, по поводу фондового рынка, безусловно, собственно говоря, произошло за последнее время там два события, да, ну, ЕЦБ там не так красиво, он вроде как тоже решился, но потом, в общем-то, возникло там много всяких нюансов, как обычно. У него опыта нет просто еще. Да, Берлан, в общем-то, с Федором Зиревым все проще сказал, мужик сказал, мужик сделал, и уже покупают. Его лицо вчера еще, да, вот этот Бумер трансфер, его лицо, он какой-то умиротворенный прям такой был, такое впечатление, что сказку на ночь рассказывали. Ну, то есть, вы хотели, получаете, да? Да, да, да. Ну, в текущих условиях, конечно, в общем-то, это действительно сказка для инвесторов, это то, что, в общем-то, все ждали уже, наверное, ну, минимум несколько месяцев. В общем-то, единственная, наверное, надежда была на рост рынков, ну, собственно, дождались, поэтому вот с этой точки зрения, конечно, праздник, да, там, ну, с точки зрения каких-то там более далекоиздущих последствий, да, там, как, в общем-то, попытка оживить рынок труда и так далее, ну, сложный вопрос, собственно говоря. Тут, в общем-то, много всяких мнений по поводу того, сработали там QE1 и QE2, например. Ну, тебе какое мнение? Я думаю, что если сработало, то, в общем-то, далеко не на 100%, собственно говоря. Я думаю, чем более дальняя стадия QE очередного, тем менее она эффективна, на самом деле. То есть, эффективность пытаются заменить количественными объемами. Ну, собственно, Америка пытается вернуться к той же экономической модели, которая, в общем-то, доминировала там последние десятки лет, да, это модель потребительского спроса, вот, мы там, соответственно, уменьшаем, удешевляем длинные деньги, мы снижаем стоимость, соответственно, ипотеки, вот, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на рынке жилья, где там по-прежнему, в общем-то, все довольно плохо, скажем прямо, да, чтобы люди перестали... Там плохо, но не так плохо, как в восьмом году, когда, да, первый QE... Ну, как, на самом деле, вот, если, по-моему, посмотреть какие-нибудь графики, там, новое строительство жилья, там, и так далее, да, то... Леш, я, извини, пожалуйста, давай послушаем новости, потом продолжим об этом. Да, конечно. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, что ж, сегодня пятница, на финал ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, мы подводим итоги этой уходящей уже недели. В общем, поговорить есть о чем. Я напомню, в гостях сегодня Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов, банка «Стройкредит» и Алексей Павлов, независимый эксперт. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. Телефон студия 495-6510-99, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, давайте поговорим. Ну, что ж, продолжим. Леш, тебя прервал, я, собственно, твое видение на... Ну, мы про рынок недвижимости американский говорили, да, что, в общем-то, несмотря, там, скажем так, на последние, там, относительно, может быть, неплохие цифры, да, то если посмотреть просто на картину, так сказать, в историческом разрезе, взять, там, различные продажи домов, первичный рынок, вторичный, там, строительство нового жилья и так далее, и посмотреть, там, скажем, начиная, там, с конца 2007-го года, то видно, что там будет колоссальный провал, и все, что происходит сейчас, в общем-то, колебания где-то там в районе, скажем так, дна. То, что существенно ниже, там, в разы, да, кризисных пиков, поэтому, безусловно, вот, собственно говоря, тогда недвижимость и, в общем, строительство и все смежные отрасли, в общем-то, все это было на подъеме, это были дополнительные рабочие места и так далее, да, потом все это резко сжалось, и вот, если, как бы, с этой стороны здесь стабилизировать ситуацию, да, опять выйти на какую-то траекторию роста, то, в общем-то, и опосредованные проблемы рынка труда тоже поможет, но понятно, что это, в общем-то, в любом случае случится небыстро, да, и, в общем-то, совершенно не очевидно то, что, вот, конечно, все эти, там, меры монетарные этому как-то смогут поспособствовать, вот. Вот здесь, как большой вопрос, смогут ли они, в принципе, да, то есть, сможет ли опять американская экономика еще какое-то время тянуть на том, на чем она тянула последние, там, десятки лет, на росте спроса, или тут мы уже имеем дело со структурным кризисом, надо искать какие-то новые точки роста, новые технологии, там, ну, аля, там, не знаю, сланцевый газ, вот что-то, допустим, с этим связано. И вокруг этого, может быть, будет строиться, там, новая американская экономика. Вот, вопрос дискуссионный, как бы. Ну, нет, давайте подискуссируем, то, с этой точки зрения тогда заявление вчерашней господина Бернанке, это опять попытка купить время, причем достаточно дорого. Ну, по большому счету, Федрезерв, наверное, ничего больше делать и не может. Кстати, да, у него была такая мысль вчера, он же повторял ее, да, Сереж, ты хочешь сказать? Я нет, я не слышал вчера его мысли, а я хочу сказать, что у господина Бернанка остается только еще один, будем говорить, качественный, рывок, это действительно вызвать вертолет, набить его деньгами, как он обещал, и взлететь над Вашингтоном и Нью-Йорком, пролететь. Ну, он, в смысле, он обещал их сбрашивать? Да, он обещал их разбрасывать. Он говорит, если понадобятся, то любые меры хороши, вплоть до разбрасывания денег с вертолета. Ну, в принципе, учитывая тот факт, что в Америке, по-моему, практически каждый второй там какой-то интерес на фондовый рынок имеет, в общем-то, эти программы с фондовым рынком, это очень похоже, это как половина вертолета. 80% населения тем или иным способом зависит на фондовый рынок. Ну, тогда это, в общем-то, можно, так сказать, округлить до вертолета. Ну, фраза у него примерно такая была, что он говорит, что вот у нас есть некие, да, способы, но они не безграничные, поэтому, да, мы сделаем то, что от нас зависит, ну, я, так понимаю, он уже как оговаривался, да. А дальше пусть уже... Политики должны решать, политики, вот решайте, а я еще, ну, включу я станок там, да, поставлю на следующую скорость. Я думаю, что господин Бернанке, в том числе, делая такие заявления, имеет в виду, что следующего, следующего выбора главы ФРС, он уже не попадает, и поэтому он уже, в общем-то, свои карты открыл. Ну, кстати, да, в какой-то степени, да, было, мы об этом говорили, было известно о том, что соперник Обама, господин Ромни, он на дух не переносит Бернанке, да, он все время спорит с его монетарной политикой, и тут как бы... Я думаю, я даже уверен, конечно, что при смене хозяина Белого дома, конечно, сменится администрация, но даже если останется на второй срок Обама, я думаю, что Бернанке, тем не менее, тем не менее, придется уступить свое место, потому что, ну, будем так говорить, человек делает то, что он должен делать, но это не всегда, будем говорить, спасает его должность. То есть, в данном случае ясно, что те заявления и обещания, которые раздавались в начале кризиса, что они не сумели воплотиться в жизнь. Есть объективные причины, я совсем не склонен винить Бернанке в этом, но понятно, что массовое сознание накрепко связывает, что было обещано, и что появилось. Ну, такой степень заложник, да, просто. Заложник ситуации в определенной степени, да. Человек делает то, что он должен и может сделать, ну, по большому счету, ведь не Бернанке, он может создать новые рабочие места, да. Конечно. Вот, тем не менее, я думаю, что он прекрасно отдает все в этом отсчет. Я понял. Ну, хорошо, бухнем с Бернанке, пока давайте его немножко оставим в покое, ему и кается наверняка. Представляете, сколько народу, да, после вчерашнего заседания его по разным причинам вспоминает. Да его вообще не забывают. Последние лет пять. То ждем, что он скажет, то, значит, обсуждаем, что он сказал, потом все заодно. Ну, поскольку у нас финансовые итоги недели, значит, отмотаем чуть раньше, и Сережа за эфиром абсолютно справедливо заметил, что первое значимое событие этой недели – это среда и конституционный суд. Было, да, было интересное событие, когда конституционный суд Германии должен был определить, насколько является с точки зрения конституции Германии допустимым участвовать в выкупе еврооблигаций потечных. Вот. Суд поставил, что возможно, ничему это не противоречит. И опять, таким образом, еще со среды, уже в рамках Европы, начался тот процесс, который поддержала Америка в конце недели. Вот. Опять же, неделя была очень интересная, потом и наш ЦБ выступил, ЦБ России. Вот. Что мы видим теперь в Европе? То есть, на первый взгляд, кажется, что... Я прошу прощения, друзья, давайте, знаете, как попробуем. Может быть, это имеет смысл. Мы попытаемся эти события из разных частей нашей страны попытаться объединить какую-то одну общую идею, ну, с торговой точки зрения, по крайней мере. И по большому счету вот сейчас, да, и даже можно, на самом деле, с прошлой недели начать, да, с выступления Марио Драги, с его, так сказать, печатного станка, потом конституционный суд Германии, вчера выступление и решение Федрезерва, все это, если объединить какую-то идею торговую, все это направлено на ослабление доллара США. Можно так сказать? Ну, в общем, по факту, конечно. Ну, даже не направлено, я говорился, конечно, да. Все это привело к ослаблению доллара США. Да, действует за одно направление. Будем так говорить, что доллар действительно сильно двигается вниз против движения как и рубля, так и евро, так и, будем говорить, сырья какого-то, да, золота, лифта. Как говорят, рисковых там, ну, в общем, все, кроме доллара сейчас у нас растет. То есть это вот как раз, да, событие последних дней. Ну, в целом, да, но я думаю, что все-таки больше Федрезерва, потому что то, что пытаются делать в Европе, это... Ну, понятно, там масштабы несколько другие. Там пока другие масштабы, да, ничего не понятно, то есть... Но, тем не менее, если мы говорим вот о валютной, да, евро-доллар у нас вырос после заседания Драги. Да, сначала евро вырос, потом доллар упал, будем так говорить. Ну, может так, если возьмем валютную пару. Евро-доллар вырос сначала после заседания ЕЦБ, потом, значит, этот импульс добавило решение Конституционного суда, мы в моменте видели эту реакцию, и добило, ну, в этом смысле. Ну, еще как, очень сильно. И вот мы видим 1,31 уже за пару дней. Потом, значит, можно опять, да, загибать пальцы, основные фондовые индикаторы, все на хаях, да. Сипи, я вот сейчас смотрю в моменте опять, он открылся с дырочкой, и уже 1470 у него. Вчера закрылся сильно, он продолжает это движение, ничто его не смущает. Годовые, там, да, многолетние, исторические максимумы уже недалеко. Его ничто не смущает. Только наш российский рынок пока еще отстает немножко. Российские индексы. Ну, да, он отстает формально, а, в принципе, он тоже хорошо смотрит вверх. Я, кстати, сегодня с коллегами разговариваю, говорю, а до Коля, до Коля, до Коля, Леша, до Коля расти-то будем? Вообще есть какие-то пределы, разумные пределы? То есть невозможно все время разговаривать. Ну, разумные пределы есть, конечно. Ну, давайте там, скажем так. Временный интервал задать надо. Не, не, смотри, мы могли бы сказать, пока деньги не кончатся. Но, судя по вчерашнему выступлению в Вернадке, они не кончатся. Потому что он говорит, если надо, я еще напечатаю. Да, ну, деньги, видимо, такая вещь, которая в ближайшее время не переведется, действительно. Нет, ну, опять-таки, да, там, о чем мы говорим. Если мы говорим до конца года, ну, я думаю, что однозначно мы обновим вот максимум этого года, которые были. Вот, ну, дальше будем смотреть, пока, как бы, я так далеко не заглядывал. Вот, мне все-таки не кажется, что вот будет такая же эйфория, как, скажем, была в 2010 году, когда второй КУИ запустили. Все-таки, мне кажется, будет чуть поменьше. Ну, собственно, вот, недавно на днях, по-моему, Билл Гросс-то был, который сказал, что пора, ребята, забыть о двузначных прибылях. Ну, понятно, он там на свое проектирует, да. Вот, но если, так сказать, перевести это в Россию, что, в общем-то, наверное, тоже здесь будет несколько скромней. Даже при благоприятных, в общем-то, раскладах. Расклады более чем благоприятные. Нефть, да, уже 117. Ну, наверное, когда это будет поспокойнее, чем в 2010 году, например, да, вот. Ну, говорю, что, ну, вот, мне кажется, что максимум мы точно превзойдем, который мы видели там весной. Ну, что будет дальше, посмотрим. А я даже буду немножко смелее, Алексей, и готов на конец года поставить где-то по 2000 по РТС. Да. По 2000. Я не сказал 2000, а по 2000. Нет, мы вчера тоже, позавчера обсуждали, да. Тысячи тоже по 2000. Верхний диапазон, говорили, а там, по-моему, 1480, что ли, да, был 1478. Я говорю, ну, практически уже, да, потрогали. Нет, два пункта не так. Я имею в виду недавно историю с золотом, когда он по 2000 тоже был, 1970, по-моему, потом отступил, но вот что-то в этом духе. Кстати, если говорить о золоте, да, основной удар-то все-таки оно же принимает на себя, вот в условиях, так сказать, ну, распыления, что ли, денежной массы. Я бы сказал, даже не совсем удар, скорее толчок. Ну, понятно, о чем идет речь, да, в общем, все смотрят, куда, 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 да, денег много, куда деть-то их, боже мой, деньги сами. У золота есть одно неоценимое преимущество, и его нельзя напечатать, столько, сколько захочется. Как и другие драгоценные металлы, куи там невозможны, ни в какой форме. Да. А вот поэтому он и дорожает, на фоне всех остальных куи. Это понятно, но с другой стороны мы понимаем, да, что то, что покупают сейчас спекулянты, это не всегда золото, вот в этом, в этом, к сожалению, да, в этой ипостаси его руками не потрогают. Вы имеете в виду, Олег, то, что покупаются финансовые инструменты, деривативы, да, это известная история, это был предыдущий пузырь тоже, будем так говорить, условно золотой, но, тем не менее, объективно-то ведь действительно, действительно дешевеющий доллар, он, понятно, что он дешевеет по отношению к чему-то все, да, в частности, в частности сырьевые товары. Вот, сырьевые товары, да, сегодня тоже обновили, они годовые, как минимум, да, максимумы, ну, по крайней мере, я посмотрю сейчас на австралийца, вот. Вот, и в этой связи тоже, да, логика прослеживается очевидной, соответственно, индикатор риска, если можно так назвать, вот уже 0,16, 0,614, простите, по австралийцу, я сейчас наблюдаю в моменте. Так, ну ладно, в общем, растем, растем, давайте прервемся, послушаем еще раз новости, а потом продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем наш разговор, разговор, я уже вижу, тревожит очень многих нам, поступают вопросы, не всегда даже вопросы, а эмоциональные сообщения. Мы постараемся, естественно, на все ответить. Итак, мы подводим финансовые итоги недели, мы говорим о событиях вчерашних, позавчерашних в основном. И в гостях, я напомню, Сергей Александров, начальник отдела продаж инициационных продуктов, банка «Стройкредит», и Алексей Павлов, независимый эксперт. Телефон студию, напомню, также 6510-99,6, сайт компании финанс.фм. Значит, мы продолжаем разговор о, давайте, о ближайших перспективах. Еще раз, я свое ощущение, ощущение, ну, по крайней мере, я вчера слушал выступление, в моменте я следил, да, за тем, как рынок, ну, всегда любопытно, да, глядя на графики, наблюдать эту реакцию. Кстати, первая реакция достаточно динамично пошла уже после публикации непосредственно решения в 20-30 по Москве, и пошли основные наборы вот этих тезисов. А через два часа выступали в Бернанке, и он, собственно, узоубил просто. Ну, так вот, рынок, да, где-то вот, начиная с 21 по Москве, начинает видеть это направление, направление вверх, потом многократно, собственно, убеждается в этом. Ну, и сегодня, еще раз повторю, да, практически по всем инструментам, там, годовые хаи сегодня были уже достигнуты. Ну, в любом случае, у меня вот лично ощущение такой не совсем убедительной эйфории, да, вот, все растет, 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 и все, и просто растет. То есть, доколе и какие-ли, да. Доколе, да, доколе вообще. Насколько это, во-первых, долгосрочно ли, да, среднесрочно ли, насколько, и в конечном итоге, что этот рост, ну, если не развернет, то хотя бы в моменте приостановлено. Ну, на самом деле, безусловно, рост, он достаточно долгосрочный, будем так говорить, в моем понимании. То есть, это не на день, не на, там, не на неделю. То есть, мы наблюдаем за рождением, а может быть, там уже продолжение, да, в какой-то степени вот этого долгосрочного тренда. То, что это тренд, да. На ослабление доллара США. Да, это, безусловно, на ослабление доллара США и в большей степени на подъем фондовых индексов. Поэтому я предлагаю тем, кто участвует в фондовом рынке России, по крайней мере, осторожно участвовать в нем и дальше, вот, покупать на откатах, безусловно, не на достигнутых максимумах. Откаты будут обязательно, они на любом тренде бывают. Вот, но в моем понимании, да, движение будет достаточно серьезное и продолжительное. Угу, Леш. Ну, собственно говоря, да, там, по поводу рынков, мы тут вроде бы уже говорили, да, до конца года все видят разные цели, но эти цели, в общем-то, направлены вверх. Они вверху все. Да, они все вверху. Так что здесь, как бы, однозначно вопрос. И также, в общем-то, я согласен, что это, в общем-то, то, что произошло, однозначно плюс для фондовых рынков. Я тоже не разделяю, там, ну, скажем так. Более осторожно я смотрю на падение американской валюты. Все-таки мы не забываем, что в той или иной форме КУИ будет и в Европе проводиться. Вот, собственно говоря, дал. Может быть, Федрезерв там сейчас тоже некоторое время и Европе и так далее, но, в общем-то, я не уделюсь, если там, скажем, через полгода, там, опять 1,2 увидим по паре евро-доллар. То есть я здесь более спокойно. Через полгода, не раньше? Ну, может быть, и раньше, знаете. А вот, смотри, тема интересная, да? Мы говорим о том, что, ну, в Европе проблемы не исчезли, естественно, в моменте, да? Хотя там шаги, которые предпринимают сейчас, да, и правительство, и... Будем говорить, есть определенные меры, эффективность которых еще не проверено. Ну, тем не менее, движение какое-то есть, движение какое-то. Но при этом, даже вот... Возня. Возня. Не движение. Да? Ну, хорошо. Завозились, ладно, завозились они что-то там, да? Попискивают, значит, да, действительно, возня какая-то есть. Но, тем не менее, тем не менее, мы сейчас наблюдаем 1,30 в евро-долларе, да? Пару месяцев назад было 1,20, грубо говоря. При том, что проблемы не исчезли, завозились хорошо, ну, вот такой курс евро-доллар, он что, он поможет решить проблему? Ну, знаете, опять-таки, да, там, поможет, не поможет решить проблему, здесь надо, в общем-то, смотреть на курсы на более длительный горизонт, да? Знаете, сегодня 1,50, там, завтра 1,1, это... Ну, в среднем получается, там, 1,3, извините, да. Ну, во-первых, это не сегодня и не завтра, то есть, конечно, такие вещи, да. Поэтому, нет, надо здесь смотреть, я не думаю, что здесь как-то эти вот колебания сиюминутные... По сути говоря, мы там и остаёмся в том же, там, в районе 1,3, да, то есть, далеко отсюда не ушли. То есть, это не принципиально новый уровень, да, то есть, если мы где-то там в районе паритета колебались, или в районе, там, двоечки, скажем, как-то вот, ничего здесь не изменилось, поэтому я не думаю, что как-то вот эти валютные колебания, особенно там, скажем, там, среднесрочные, будут принципиально влиять на экономическую ситуацию. Там, в общем, несколько другие проблемы, пока от этого всё... Здесь тоже, в общем-то, скорее спекулятивно идёт игра, понятно, что, в общем-то, долго играли против евро, теперь, в общем-то, ну, отличный повод всё это зафиксировать, а там, в общем-то, посмотрим, глядишь, и можно будет ещё раз проделать то же самое. То же самое, да. То же самое фокус. Более того, я считаю, что курс, он вообще ничему не поможет, он отстающий, будем говорить, индикатор от истинных положений дел. То есть, дорогой евро, вот если, да, так его оценить, он никаким образом не скажется на проблемах еврозоны, не усугубит их, не... Он бы сказался, если бы это было, ну, будем говорить, объективно, как это есть. Сейчас, я так понимаю, больше спекулятивные вещи, вот, которые отнюдь не отражают реальную действительность. Ну, действительно, что может случиться за один, два, три дня при таких проблемах, которые тянутся уже несколько лет. Вот, поэтому я предлагаю следить за истинным положением вещей. Ну, как, вот, например, что-то все-таки делается в Европе, да, отмечается, что, например, та же Греция многострадальная, с которой все началось, которую там уже, наверное, протерли языками Дадер, вот, что в конце концов они действительно предприяли ряд шагов. Да, это начало пути, это начало процесса, который идет очень тяжело, очень трудно. И, более того, уже не Греция основная проблема Европы, как мы все знаем, вот, но, тем не менее, что-то делается, что двигается. Другое дело, что результаты, реальные отражения этих результатов в курсах евро-доллар, например, это будет очень нескоро, очень постепенно. И я думаю, что так постепенно, что практически незаметно, по крайней мере, для спекулянтов, это точно. Для спекулянтов все заметно, ты понимаешь, там... Они замучатся смотреть на полгода, дорожали там на одну десятую. Ну, это понятно, ну, для них там одна-две фигуры, это уже, да, серьезное движение. Давайте, почитаю я вопросы. Ну, оба, точнее, не оба, а вот два первых вопроса, которые я хочу сейчас озвучить, они касаются отечественных площадок. И курса рубля к доллару, кстати, давайте я и озвучу этот самый курс. Сегодня, ну, естественно, да, в рамках всех событий, которые, так сказать, происходили на финансовой площадке, рубль сильно укрепился. Вот, значит, закрытие сессии на уровне 30.54 против вчерашнего закрытия на уровне 31.40. То есть, да, вот такое движение, естественно, тоже с гэпом и практически без откатов. То есть, рубль против доллара вырос сегодня, ну, в результате тех же самых событий. И по этому поводу следующие вопросы. Сергей спрашивает. Сегодня в терминалы, ну, я так понимаю, что Сергей у нас человек, да, искушенный, он, видимо, занимается трейдингом. Профессионально слово терминал. В данном случае, я для слушателей в основном это говорю. Слово терминал обозначает торговая платформа, да, куда приходят, собственно, новости от брокеров, прежде всего, ну, и другие новости. Сегодня в терминалы пришла новость про отток капитала. Вы слышали, кстати, сегодня новость про отток капитала? Мне кажется, это уже года два, как не новость. Сергей, обновляйте терминал свой периодически. У вас старые новости. На самом деле, может, там, наоборот, какие-то новые новости очень пришли, которые еще, так сказать, не для широкой публики. Не, ну, как, если рубль сегодня укрепился, да, практически вот на такие, какой отток капитал? Наоборот, все побежали в рубль сразу. Чему-либо 8,25% ставка, ты хотел, кстати, поговорить по ЦБ, 8,25% ставка, да? И вопрос от Сергея, а кто покупает тогда? Россия, фонды, капитал, отток. Кто покупает, что покупает? Ну, видимо, наши активы. А, понятно. А, он как-то связывает это с оттоком? Ну, конечно, он говорит, вот пришла в терминалы новость про отток капитала. На самом деле, тут надо понимать, что есть отток спекулятивного капитала, допустим, и есть отток капитала абсолютно по объективным причинам, которые, более того, прогнозируются заранее. Допустим, отток вследствие выплаты внешних долгов корпорациями. Это вещь, кстати, пик пришел именно на этот год у нас. На следующий год там, я сейчас не готов, может быть, в абсолютных цифрах сказать, но он будет уже чуть меньше, а в 2014 году он будет намного меньше. Вот это то, что мы говорим про корпоративные долги. Естественно, это тоже входит в отток капитала, и более того, он определяет его. То есть, основные цифры идут именно туда. Отток спекулятивного капитала, ну, я бы вообще не стал, честно говоря, на нем зацикливаться, потому что спекулятивный капитал, он, в общем-то, мало важен для экономики, будем так говорить. Ну, единственное, что он может поддержать, да, фондовый рынок на какой-то период, но так же быстро уходит. Ну, конечно, ну, я понимаю, что Сергей, будучи непосредственно трейдером, спекулянтом, его именно спекулятивная какая-то идея волновал, кто тогда покупает, если наблюдается отток. Ну, пусть он тогда просто четче рассматривает, какой отток произошел спекулятивный, или какой отток произошел. Ну, и дело неважное, даже в моменте мы видим, что все растет, ну, отток при ток. Соответственно, да, соответственно, интерес увеличивается. Еще один вопрос от Александра, причем, еще раз повторю, я вот за эфиром моим коллегам озвучивал, значит, Александр начинает свой вопрос многократной буковкой А. Вот он пишет А, ну, видимо, это крик души. Да, это понятно. Не до этого вопрос загадчивается. Нет, он бы закончился, если бы знак вопроса он поставил. А он восклицательный. Так что там после А? После А следующего. Что происходит с долларом к рублю? Ну, вот, собственно, это то, что как говорится. Так, мы об этом и рассказали немножко. Да, Куе-3 виноват. Дело в том, что я, говорит Александр, наполовину студенческих сбережений купил долларов за 32 рубля. Другая половина, да, в золоте. Ну, слава богу, золото подрастает, так что все-таки захеджировался. Александр, извини за термин. Что думаете, продавать или пока нет? В общем, я бы посоветовал, ну, во-первых, все-таки не увлекаться спекулятивными операциями на таком уровне. То есть половину студенческой стипендии или там какой-то зарплаты нести в обменник. И тут надо четко понимать, к чему мы стремимся во время таких транзакций. То есть, насколько я понимаю, вы пытались застраховаться от удешевления рубля. Резко. Вам это удалось. Другое дело, что вы не смогли заработать на другом, на противоположном движении, но вы не потеряли. Так уж особо много, потому что золото, оно как товар, должно было взять на себя убытки по доллару. Хотя бы в некоторой степени. Вот если вы просто хотели заработать на любом движении рынка, ну, это надо делать немножко по-другому. В общем, храните деньги в той валюте, в которой вы их тратите, если их ограничено количество, скажем так. Судя по вашему крику. Такая фраза, у меня сразу известный фильм. Храните деньги в сбериальные касси, если они у вас, конечно, есть. Саш, ну, собственно, ничего страшного, да, купил, в смысле рубль просел, доллар просел. Главное не метаться. В золото, тем не менее, захиджировался. Я еще хотел тут дополнить, собственно, когда же это было, наверное, в прошлом году еще, замечательный совет нашим согражданам дал господин Прохоров, когда спросили, в чем деньги хранить. Но он сказал, что две годовые зарплаты храните в рублях, но остальное там порвано. По мелочам. Да, остальное, то есть, собственно говоря, понятно, что... Две годовые зарплаты. Две годовые зарплаты, не месячные. Хорошая рекомендация. Собственно говоря, ну, рекомендация, то есть мораль, на мой взгляд, здесь какова, что, господа, если речь там идет о сумме меньше, чем ваши, там, две годовые доходы и расходы, то нечего вообще беспокоиться. Не надо бегать от обмена. Конечно, просто положите в кошелек и все. Да, вот когда уже речь идет о действительно каких-то больших суммах, тогда, в общем-то, стоит здесь что-то делать, собственно говоря. Ну, а, так сказать, по факту, вот, ну, покупка золота мне нравится, а вот валютной спекуляции нет. Ну, а не нравится именно потому, что вот технически она не очень, да, оформлена? Ну, потому что сейчас я, честно говоря, до конца не понимаю, все-таки, куда тут будут движения во всех этих валютных парах, и если ты что-то не понимаешь, то что-то держаться подальше. А то, что, как бы, золото будет дорожать, ну, на мой взгляд, это, в общем-то, вещь более понятная. Ну, да, единственное, что золото, опять же, ну, надо понимать, что тут меньше судорог движения, меньше судорог. Так, то есть, купил золото, значит, пусть лежит, посмотрим. Купил валюту, ну, и почему же так получилось? Купил золото, пусть лежит, оно все равно вырастет в цене, да, никуда не? Безусловно. Во многом я, да, заканчивая ответ на вопрос, во многом я хотел бы сказать, Александра оправдывает то, что, судя по его формулировке, да, я наполовину студенческих берег, то есть он еще юноша, он студент. Вот, а студенты, как известно, они народ пылкий, так что ничего страшного, на ошибках учатся, Саша. Ну, тем более, хотел бы поправить молодого человека немножко. Мы продолжим ответы на вопросы после новостей, послушаем и дальше. Ну, что ж, на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, подходит к концу, собственно, наш выпуск. Осталась последняя часть, мы будем подводить итоги, выяснять, что, собственно, в сухом остатке. Напомню, сегодня мы подводим финансовые итоги недели. В гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» и Алексей Павлов, независимый эксперт. Ну, давайте, может быть, поговорим о основном наборе наших, да, отечественных инструментов, может быть, в отраслевом каком-то разрезе. Сереж, начнешь? Да, в общем, как мы уже говорили в начале передачи, я вижу смысл для людей, которые интересуются фондовым рынком, поучаствовать в этом праздничном мероприятии, поднятии рынка. Вот, что я посоветовал бы, ну, прямо про каких-то имитентов я предпочитаю сейчас не говорить, но отрасли, безусловно, наиболее интересные сейчас среды добывающие. То есть, нефтянка, тот же, например, ну, если уж так, норильский никель, в том числе, достаточно неплохо выглядит. И опять я хочу посоветовать ни в коем случае не увлекаться движением, иногда кажется, что движение, оно вот как бы очень-очень далеко уйдет, но на самом деле ни одно дерево не растет до бесконечности, и обязательно будут движения вниз, какие-то хотя бы локальные, закрытие коротких позиций. Может быть, на каких-то микроновостях будем говорить, и участвуют вхождение, главное, вхождение в рынок. Если вошло в рынок хорошо, заповедь трейдера, то ты выйдешь из него практически в любой момент с прибылью. Ай, Сережа, ну, собственно, как минимум за оптимизм тебе огромное спасибо. Леш, добавишь что-то? Ну, главное, чтобы не получилось так, что угадал точку входа, не угадал направление. Хорошо, я прерву вас, потому что посыпались практически вопросы, при этом они все касаемы как раз темы, которые мы со студентом Сашей обсуждали. Денис, наш постоянный слушатель, задает следующий вопрос. Как думаете, нижняя граница по доллару, доллар-рубль имеется в виду, ждет нас в этом году. Ну да, нижняя граница по доллару, то есть с точки зрения укрепления рубля. И будет ли ЦБ возвращать рубль к уровню 33, ну, в район куда-то, 33 за доллар. При сегодняшнем курсе, пишет Денис, у нас бюджет выполнить нельзя. Вот такая вот мысль, вот такой вопрос. Это инсайт из Минфина, я так понимаю? Видимо, да. Ему только что позвонили, да, и сказали, что никуда не годится такой курс. Ну, какие мысли, Сереж? Ну, я думаю, что на конец года рубль очень далеко не уйдет. Я все-таки вижу на границе 30. Извини, пожалуйста, я даже так бы сформулировал, дело не в конце года, вообще, вот насколько может укрепиться, там, средний или краткосрок, потому что вот то, что мы сейчас видим, это вообще может быть уколом, да, и так вот раз. Ну, так оно, наверное, и есть, это на эмоциях. 30-80 совершенно. Да, играют на этом деле. Вот максимум, да, куда это может уйти под влиянием эмоций? Ну, вот я, честно говоря, ниже 30 особо так и не вижу, если только какие-то вот заскоки такие будут локальные. А вмешательство ЦБ, в данном случае, да, интервенции в обратную сторону, как думаешь, можно взять? В данный момент, я думаю, это будет нецелесообразно. Нецелесообразно, да? Да. Ну, вот видишь, с бюджетом логично, Денис, это связывает, и при крепком рубле это будет сложно свести к концу с конца. Леш, как ты думаешь? При крепком рубле, ну, все относительно. При такой нефти, я думаю, что... Да, мы найдем крепких рублей. Тем более пусть Денис не забывает про увеличивающиеся отчисления от продажи, опять же, увеличивающихся объемов нефти и газа наложен. Ну, собственно, я, в общем-то, тут как бы, я полностью согласен, мне тоже почему-то кажется, что 30, что мы, в принципе, как бы не так уж далеко от нижней границы. Я какой-то эйфорий, там, 25, если вы ждете, ну, мне кажется... Это вряд ли, да? Рановато, да, рановато, да, собственно говоря. Дальше бюджет нам поможет сбалансировать нефть традиционно. ЦБ, нет, ЦБ ничего не будет делать, собственно говоря, в практике показалось, что он даже там и при... Когда, в общем-то, границам коридора ЦБ подходит, не так сильно активничает. Вначале пытаются, так сказать, словесным интервенциям, а тогда спекулянтов, что порой неплохо получается. И только потом уже с тяжелой артиллерии выходит в бой, да, поэтому ничего особенного, может быть, ЦБ там вообще ничего не будет делать в ближайшее время, в принципе, на валютном рынке. Спасибо. Спасибо, я соглашусь, ну, и еще раз повторю, да, текущий курс, он не настолько, да, катастрофический. Да, конечно. О чем-то говорить. Даже Леша, пардон, Александр, да, Саша, студент, купил по 32, а сейчас всего лишь 30, 80. Ну, и что? Ну, спокойно сидишь. Большая прозадка, да, у тебя там стопов, у тебя нет маржинга. Главное, не бежать сейчас продавать, да. Вот-вот-вот, да, главная ошибка людей, далеких от трейдинга, которые пытаются спекулировать в обменниках, это то, что они все это делают в неподходящие моменты. Потому что они спекулируют в обменниках. Или, да, именно, да, не говоришь там о величине спредов. Главное, чтобы кредиты подать, дело еще не брать. Во, 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 да. Плечо, да? Тех же обменников, которые сейчас не могут работать чисто как обменники. Ужас, 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 нет, 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 нет. Не продолжай. Двухоконный обменник, в одном дают кредиты, а во втором сразу же валютная операция. Вопрос Игоря. Вопрос Игоря. Спросите, прошу вас. Скажите, ну, неважно. Значит, вопрос следующий. Я купил фьючерс на доллар-рубль в надежде падения доллара. До какого уровня советуете держать? Ну, то есть он, как, да, Леша говорил, в нужном направлении встал, да, на падении доллара, значит, в короткой позиции по паре, ну, откуда неизвестно. Да, откуда неизвестно. На самом деле я хотел бы порекомендовать просто выработать себе финансовую дисциплину. То есть при открытии позиции вы должны были уже сразу определить тот уровень, да, цель, который вас интересует. При этом не надо увлекаться, что вот произошли какие-то внешние события, и поэтому там цель теперь вот где-то глубоко-глубоко, вернее, высоко-высоко наверху. Вот. Вырабатывайте финансовую дисциплину. Вот что я советую начинающим трейдам в том числе. Достойный ответ, но тем не менее цифру какую-то назовешь. Тем не менее мы называли, да, я эту цифру называл, я стою на ней, я даже закрылся бы чуть выше 30, потому что круглые цифры рынок не любит. Не любит, может не дойти там пару пипсов. А я бы даже, может быть, по 30,5 часть отдал, чтобы вторую часть отдать чуть выше 30. Разумно. Это, опять же, я говорю, должна быть стратегия целевая, закрываться частями или полностью. Это все зависит от трейдера, но главное поставить все цели, выработать дисциплину. И самое главное, что губит огромное количество начинающих игроков, это отход от своих, так сказать, первоначальных намерений. То есть правила установил, да, и самое сложное, как всегда. Самое сложное, даже для... Им следовало. И сразу же забыл. Даже для очень опытных и зрелых игроков это действительно очень сложно бывает. Да, да, да. То есть главная проблема, да, мы все это говорим нашим слушателям, главное сражение, да, на рынке, это сражение с самим собой. Безусловно, безусловно. Еще один вопрос. Алексей спрашивает, здравствуйте. А не пир ли это во время... Ну, я надеюсь, вы не наш эфир имеете в виду, это шутка, я понимаю, о чем речь, и, собственно, да, мы примерно... Ну, а мыло здесь не так богато накрыто, чтобы назвать это пиром. Но если вы имеете в виду вот это вот эйфория на рынке... Сегодняшний, да, сегодняшний. Нет, я не... Ну, опять же, что вы понимаете по словам пир, да, то есть если это имеется в виду не краткосрочный ли это всплеск, нет, я считаю, что нет. Если вы считаете, что все это вообще не к добру, по большому счету, включение печатных станков, ну, да, согласен, на самом деле, хотя, хотя, ну, что-то сложно сейчас порекомендовать, что вот ГТ Бернанко сделал не так, а вот надо сделать так. В принципе, ситуация под контролем, движение есть, но оно очень медленно, и будем так говорить, все это, как-то казалось, вначале будет легче и проще переживаться и восстанавливаться. — Леш, ну, если, уважаемый радиослушатель, он грек либо испанец, то, наверное, да. Если же нет, то, наверное, все-таки... — Ну, ладно, грек или испанец, а то, если он грек или испанец, значит, это Греция или Испания, а... — То есть считайте, что это не чума, а так, пока простуда некто, от нее можно выздороветь. — Всех остальных разве это не зацепит, если не дай бог? — Ну, на самом деле... — Когда зацепит, тогда и поговорим. — Хорошо, тогда поговорим вот с какой точки зрения, собственно, в рамках ответа на этот же самый вопрос, нашего слушателя, а как чувствует себя Китай? Ведь во многом, да, интерес к сырьевым товарам, прежде всего, да, подливается спросом оттуда. Внешний рынок, внешний спрос для Китая, ну, сейчас в известной степени затруднителен, да, потому что основные рынки сбыта — это Штаты, это Европа. Понятно, что там происходит. Вот стимулирование, да, собственного национального роста ВВП каким-то образом может происходить в Китае? — Ну, Китай... — Или происходит уже, да? — Вот в Китае все время уже показывал, в общем-то, запускал различные программы, инфраструктурное строительство, там, те же стимулирования покупки автомобилей и так далее. То есть, в целом, у Китая инструменты есть, что касается его нынешней формы, ну, в общем-то, бывали времена и получше, но все равно пациент скорее жив, чем мертв. В общем-то, понятно, что последние, там, макроэкономические данные показывают, что все-таки постепенно, но экономика замедляется, но все равно пока теми темпами роста, которые нарастет, там, 9, там, процентов промпроизводства в год, ну, так дай бог каждому. — Ну, это да. — Ну, это понятно, что дай бог каждому, конечно. Другое дело, что для всех этих каждых, допустим, рост 5% ежегодный, это был бы великолепный результат. Для Китая это уже будет гибельно. То есть, опускать рост ВВП ниже 6,5%, для них уже будет шревато, будем так говорить, рецессии. Поэтому пока Китай справляется, будем так говорить. — Справляется, да? — Пока, да. — То есть, вот я опять к тому, что есть некая угроза со стороны Китая, что вот он не справится в какой-то момент. — Да. — И все, что мы набрали сейчас, оно так... — Глобализация экономики, да, она играет свою роль, и негативную, и позитивную. В данном случае, конечно, на Китае все смотрят как... Ну, не на палочку-выручалочку, а в плане, что... Спасти-то он может всех, а не спасти, но погубить он всех сможет. — Оптимистично прогулчало, да? — Ну, спасибо Китаю. — Уж так и есть. — Я понял. Хорошо. — Они справятся. — Мы в них верим. — Мы в них верим, да, Лёш. Что ж, друзья мои, мы будем постепонечку закругляться. Спасибо вам за вопросы. Их много, не на все я, к сожалению, не на все сумели ответить, не все я прочел. Во-первых, я начну с того, что представлю еще раз моих уважаемых гостей. Сегодня в студии был Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов, банка «Стройкредит», и Алексей Павлов, независимый эксперт. Говорили мы сегодня о финансовых... Подводили финансовые итоги недели, говорили о событиях, которые совсем недавно, да, заставили рынки жить новой жизнью, вдохнули в них эту жизнь. В общем, все сейчас хорошо, да, рынок полон позитива, рынки полны позитива. И ваша задача, уважаемые слушатели, для тех, кому, собственно, слово «рынки» не постороннее, да, найти возможность в этом позитиве поучаствовать, найти... Но с направлением, Лёш, да, мы определились, все будет расти, то есть надо найти... — С направлением «светлое будущее». — Да-да-да, надо найти хорошую точку входа. Сейчас мы наблюдаем по подавляющему большинству инструментов, да, ХАИ, соответственно, успокоиться, надо выдохнуть. Впереди выходные, тем более. И дождаться неких коррекций, да, откатов. — Конечно. — И после этого покупать, 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 и да будет нам счастье. Небольшой анонс. Возможен ли диалог между властью и оппозицией? На этот и другие вопросы Юрия Пронько. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире отвечает Григорий Явлинский. Не пропустите, послушайте, пожалуйста. Буквально по два слова рекомендаций на ближайшие несколько недель. Сереж. — Ну, если, уважаемые слушатели, будут прислушиваться к нашим рекомендациям и участвовать в движениях рынка, умоляю, не делайте это на взаимные средства. И вообще берите кредитов как можно меньше. — Спасибо, Леш. — Ну, собственно говоря, наверное, настал момент что-то купить, если вы еще этого не сделали. — Хотя бы ненадолго. — Замечательно. — Ну, свои деньги. — Да, исключительно. Ну что ж, спасибо огромное. Я присоединяюсь к мнению моих уважаемых гостей. Действительно, ситуация складывается благоприятно для инвестора, для спекулянта. Поэтому смотрите, делайте, зарабатывайте. Мы прощаемся. Спасибо за внимание. Успехов на сегодня. — Спасибо. Всего доброго вам, друзья. — До свидания.